Киноэкспедиции, съемки, участие в конкурсах. Летом Приморское региональное отделение Лиги юных журналистов реализует много интересных проектов. Так в Артеке и в Океане работают представители регионального пресс-отряда «Приморский медиадесант». Ежедневно ребята публикуют новости во всероссийских СМИ. Это более 100 сюжетов, репортажей, заметок и фоторепортажей за лето. Подробнее о достижениях юных журналистов и режиссеров мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Дмитрий Сытенков, представитель Лиги юных журналистов. Дим, привет. Здравствуйте. Оля Еремеева, которая также является представителем Лиги юных журналистов. И Никита Федоров, режиссер-постановщик. Здравствуйте. Привет. Я предлагаю, конечно же, отдельно остановиться на каждом вашем проекте. Они по-своему интересны и очень разнообразны. И начать предлагаю с кино, а именно с работы Никиты. Она выиграла на медиасаммите. Расскажи нам о ней подробнее. Что это за фильм? О чем он почему-то вообще решил его снять? Для начала фильм называется «Важнее всего». И этот фильм показывает то, что человек, то есть это Дима, главный герой, он постоянно сидит в телефоне. И этот фильм призывает то, что оторвись от своего телефона, выйди на улицу и поговори со своими близкими. Потому что мы уже привыкли сидеть все в телефонах. Это неплохо. Это просто заменяет уже наше личное общение. И все разговоры, грубо говоря, все эмоции, они описаны смайдниками. И это неплохо, нехорошо. Просто это уже для нас стало привычное. И этот фильм как раз... Я предлагаю задумываться всем зрителям, чтобы они вышли на улицу и поговорили со своими близкими, друзьями и с кем они захотят. Дим, так получается, ты еще являешься и артистом. А Оля тоже, насколько я знаю, там играет одну из ролей. Дим, расскажи о своем сначала герое, а потом, я думаю, Оля нам расскажет о своей героине данного фильма. Да, ну мой герой это, опять же, типичный парень 21 века. Это мальчик, который постоянно сидит в телефоне. Он не обращает внимания на то, что к нему обращаются обычные люди. Он просто не слушает их и продолжает сидеть в телефоне постоянно. Ну, я так понимаю, все-таки мораль фильма к чему-то должна привести, правильно? Он как-то изменится в конце, происходит перемен. Ну, по итогу... Оля. Оля. Она изменит мое отношение к этому миру, покажет мне, что есть реальные люди, что с ними тоже приятно общаться. Это какая-то история о любви или я ошибаюсь? Ну, это конкретно не подразумевалось, но, возможно, сами герои фильма где-то все-таки... У них есть какая-то симпатия между собой, это тоже спасает ситуацию, положение. Ребят, я так понимаю, что вы все, безусловно, делали своими силами, без помощи профессионалов. В чем были основные сложности и вообще сколько времени у вас в целом ушло на создание работы этой? Ну, основная сложность это была именно наше время, потому что фильм снимался за два дня в лагере школы кино и телевидения. И, то есть, на съемки было затрачено именно два дня, и это была самая большая сложность. Также потом был взят месяц на монтаж, и, грубо говоря, месяц мы... месяц мы управились, то есть со всей работой. То есть, все-таки, так как это была школа кино и телевидения, как ты сказал, какие-то навыки вам уже там дали, да, какие-то знания у вас были? Да, непосредственно были какие-то занятия, где нам преподавали операторскую часть, часть монтажера, сценариста, и вообще нас готовили как журналистов. Насколько большая команда трудилась над фильмом? Над фильмом трудилась... здесь вопрос, актеров считать или нет? Конечно, я имею в виду в целом всю съемочную группу и труппу актерскую вашей картины. Я бы сказал то, что это было больше десяти человек, так как там была и массовка, и главный герой, режиссер, оператор и монтажер в одном числе. Ну, актерское мастерство это дело достаточно сложное, я об этом знаю не понаслышке, поэтому, ребят, ну, насколько сложно было все-таки органично чувствовать себя в кадре, ведь все-таки вы не играли самих себя, у вас были уже другие характеры у ваших героев. Расскажите об этом процессе внедрения в образы героев ваших. Ну, я скажу честно, было непросто. Это такой процесс, когда ты пытаешься не только, чтобы твоя роль получилась, но и чтобы понравилось режиссеру, который это снимает, то есть чтобы все получилось именно так, как он задумал. Не скажу, что это было прям невозможно, но так как мы не актеры, все-таки профессиональные и не учились, были определенные сложности с тем, что, допустим, мы снимаем с одной камеры, и нужно повторить один и тот же дубль несколько раз. И тут, чтобы уже получилось точно так же, или наоборот лучше, приходилось подключать свои таланты какие-то. И ресурсы элементарного организма даже где-то, да. Вот, в этом была определенная сложность, но сам процесс, это очень интересно и приносит много нового в твою жизнь. Дим, есть что добавить? Ну да, я вот, как я считаю, для меня этот опыт актерский, это было не то, что сложно, это было интересно почувствовать себя в теле другого человека, пережить другую жизнь, можно сказать. Ну, я думаю, действительно, это замечательный опыт, а вы как-то планируете в будущем связывать себя, может быть, с актерской профессией? Хотелось бы еще попробовать какие-то роли на себе? Ну да, у нас есть замечательная киноэкспедиция, которая проводится каждый год, и там мы пробуем себя еще и еще в кино, и не только как актеры. И кино – это вообще определенная другая жизнь, которой ты живешь определенный момент, пока ты его снимаешь, и это очень здорово. И, конечно, если представится такая возможность еще, то, ну, лично я обязательно бы хотела попробовать, это очень интересно. Но в будущем, как профессию, ну, пока я не знаю, я не уверена. Ты сказала про киноэкспедиции, действительно, это ежегодная традиция, вы выезжаете, я знаю, по краю, да, насколько мне известно, вы ездите. Расскажите подробнее об этом, что конкретно вы там делаете, может быть, снимаете сюжеты, да, я так понимаю, какие-то, либо это какие-то документальные фильмы, хочется подробностей каких-то. Последняя наша киноэкспедиция была как раз год назад, и вот сейчас, буквально через две недели, стартует новая. Она пройдет традиционно на острове Путятино. Это именно киноэкспедиция. Ребята в это время, в промежуток 10 дней, снимают фильмы. В прошлом году получилось достаточно много фильмов, мы сняли целых три. Все это короткометражные детские фильмы, сняты они по разным сценариям. И один из самых интересных, как говорят члены жюри разных фестивалей и, как говорят зрители, это был фильм «Кричащая палатка». Это такой мини-фильм ужасов. Который триллер, вы о нем рассказывали. Да, мы уже рассказывали. Вот, и именно такие фильмы ребята учатся снимать под управлением настоящих профессионалов. Но прежде чем поехать на киноэкспедицию, естественно, мы проходим предварительную подготовку. То есть мы должны узнать элементарные вещи, написать примерный сценарий, который мы разбираем, естественно, уже непосредственно на острове, где будем снимать. Чтобы смотреть какие-то места съемок, планировать сценарий именно под то место, где мы находимся. Вот. Ну, в принципе, это, наверное, самое такое основное и важное. Это киноэкспедиция, она проходит параллельно с лагерем «Следопыт» или это, по сути, одно и то же? А лагерь «Следопыт» — это такая организация, которая устраивает разные выезды. И есть конкретная направленность, есть киноэкспедиция. То есть это то место, где именно снимают фильмы. Есть еще также школа кино и телевидения. Это то место, где мы учимся и практикуемся. То есть в школе кино и тележурналистики мы вот как раз теорию больше изучаем, осваиваем. Дима, в принципе, я думаю, может рассказать про это, потому что... Да, Дим, хочется подробнее об этом узнать. Это очень полезное дело. Помимо вот этих двух лагерей есть еще лагерь на острове Попова. И там мы изучаем не только эти азы актерские, журналистские. Также мы изучаем наш край, наш город. И одновременно с этим мы также изучаем и то, как снимать кино. И вот это мы учимся совмещать. И дети предоставляют разные идеи для сюжетов, всякие исторические, про наш край, про наш город. И это очень хорошо. А там имеет место быть популярной очень сегодня тревел-журналистика? Потому что очень многие, конечно, мечтают именно о такой сфере деятельности. Так как это безумно интересно, это возможность путешествовать, совмещать, так сказать, приятное с полезным. Вы что-то пробуете как-то себя в этом жанре проявлять? Да, естественно, у нас ребята неоднократно за год выезжают в разные точки нашей страны. И, естественно, мы снимаем и сюжеты, и какие-то мини-фильмы, социальные ролики на тему того, где мы находимся. Исторические, краеведческая направленность, это как раз та направленность, благодаря которой мы можем и тревел-журналистику попробовать. Вместе с нами работают люди, историки, географы, которые нам помогают узнавать наш край. И благодаря этому мы можем снимать полноценные сюжеты, ролики, которые будут уже рассказывать именно про наш край. И это, наверное, и тревел-журналистика, когда мы рассказываем про родной край, про то, что мы любим. Ну, вам какой все-таки жанр ближе? Это телевизионные сюжеты, ну, понятно, что кино мы рассматриваем сейчас отдельно, это все-таки всем интересные категории, я думаю. Есть сюжеты телевизионные, репортажи, есть заметки, есть блогеры-журналистика, да, то есть огромное множество сегодня. Давайте об этом немножечко поговорим. Я так понимаю, вы пробуете себя везде и по чуть-чуть? Да. Расскажите, Никит, давай начнем с тебя. Мне сейчас интересно, если кино, конечно, брать отдельно, то мне интересна именно блогерская сфера, потому что эта сфера более-менее, так сказать, неизведанная, и в это можно много чего привнести и с телевидения, и с радио, если можно так сказать. Пока еще даже спорят, журналистика ли это, да, можно ли приравнивать? Потому что когда-то вы хотели это приравнять к журналистике, но все-таки отказались от этого, и именно блогерская сфера, она заинтересовывает тем, что она новая, неизведанная, и в нее многое, что можно привнести. Оля. Ну, я уже третий год работаю больше в сфере телевидения, и, наверное, новостные какие-то сюжеты, новостные заметки, и печатная журналистика, это все-таки мне ближе. Но я очень люблю «Наш край», и мне очень нравится снимать сюжеты, именно связанные с историей нашего города, и вот непосредственно участвовать именно с ними в конкурсе, потому что я считаю, что «Наш край», он очень наполнен историей, которые должны знать не только мы, но и вся Россия. Дима. Ну, мне ближе по душе это репортажи, тоже новостные сюжеты, я считаю, что все люди обязаны знать, что происходит в их городе, в их стране, и чтобы это им преподнести, нужно снимать сюжеты, и мне это нравится. У Димы еще замечательный телевизионный голос, за такими голосами мужскими обычно гоняются на телевидении, открою тебе секрет небольшой, поэтому я думаю, что у тебя впереди большое будущее, как у вас, ребята. Какие основные сложности сегодня вы видите в этой профессии, в этой сфере? Может быть, это даже какие-то проблемы, которые вы поднимаете, вы ведь общаетесь, правильно обсуждаете. Расскажите, интересно с вами пообщаться на эту тему. Какой видит журналистику сегодня молодое поколение? Ну, я сталкиваюсь вообще с огромной проблемой, посещаю очень много мастер-классов, где рассказывают настоящие журналисты, профессионалы своего дела, и уже неоднократно слышала такие отзывы, что не надо заканчивать факультет журналистики. Естественно, сразу задаешься вопросом, почему? Почему? Отвечают, что сейчас в сфере журналистики очень много блогеров, очень много людей, которые и без того знают хорошо сферу кино и сферу телевидения, и сферу даже газетной, печатной журналистики. Но другие люди, наоборот, говорят, что чтобы стать профессионалом, ты должен все-таки закончить журфак, ты должен знать изнутри эту профессию. И тогда я стала задумываться, все чаще и чаще об этом стали говорить, и я стала понимать, что люди разделились как бы на два лагеря. Те, которые заканчивали журфак, они говорят, что нужно закончить журфак, чтобы стать профессионалом. Те, которые не заканчивали журфак, говорят, что заканчивать его не надо. И перед тобой такая дилемма, то есть ты абитуриент, тебе нужно выбирать профессию, профессия, которая тебе нравится. Но тебе говорят люди, что это не обязательно, ты и так можешь стать журналистом. И теряешься в этом мнении, но я все-таки придерживаюсь, наверное, того, что заканчивать журфак все-таки надо, потому что работая в этой сфере, я понимаю, что это сложно, это профессия, которая требует больших и умственных, и физических тоже затрат, и поэтому, чтобы понять и постичь ее изнутри всю, то я думаю, что все-таки нужно заканчивать журфаки и работать с профессионалами. Ну и более того, есть такое понятие, как базовые знания, которые необходимо знать каждому образованному человеку, и в том числе, даже, наверное, в большей степени журналисту, потому что это определенный словарный запас и так далее, и так далее, и так далее. Я рада, что вы это понимаете. Вот, Дима, я видела, ты тоже кивал, ты также согласен с мнением? Да, конечно, согласен. А ты, Никит? Я согласен, но все равно, то есть саморазвитие, оно всегда существовало и будет существовать, то есть если человек этим заинтересован, то он будет это постигать, там, учится он на журналистике, не учится, но журналистика, она действительно дает базовые знания, которые нужны именно человеку, и потом без этой корочки тебя никуда не возьмут. Очень было интересно ваше мнение. Ребята, давайте сейчас сделаем небольшую паузу, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Оль, я знаю, что буквально недавно ты вернулась из Всероссийского детского центра «Орленок». Мы понимаем, насколько это интересные путешествия, это всегда новые впечатления и, безусловно, новые знания. Расскажи, какие именно знания ты получила на этот раз и с кем познакомилась, может быть, были какие-то интересные встречи особенно. Орленок – это такая отдельная страна, как, наверное, и каждый Всероссийский детский центр, и, естественно, это новые знания, новые знакомства, это новая атмосфера, в которую ты попадаешь. Так как мы связаны с журналистикой, с детской журналистикой, мы работаем в детских пресс-отрядах лагерей, и мы должны рассказывать о новостях, о том, что происходит в лагере, и писать об этом. В «Орленке» есть газета, их как бы традиционная газета, которую они выпускают каждую смену, называется она «Салют Орленок». Так как там более 12 лагерей, в каждом из лагерей есть свой пресс-отряд, и все ребята, естественно, хотят написать в эту газету «Салют Орленок», и попасть в нее довольно сложно. Но я попала благодаря тому, что я живу в очень необычном городе, который находится на краю нашей страны, и моя задача была рассказать и написать о нашем городе. Благодаря этому я, наверное, попала в «Салют Орленок», я написала о нашем городе. Надо сказать, что в этой газете очень строгий редактор, который придирался к каждой мелочи. Он учил нас писать заново, писать коротко, емко, и чтобы это было понятно, людям, которые это читают, отчитают нас непосредственно «Дети Орленка» в первую очередь. Вот, и, наверное, это самое интересное знакомство, редактор и наш куратор пресс-отряда, вот, она нам рассказывала и помогала как раз-таки подготовиться к написанию этих статей. И еще, естественно, мы вели социальные сети, без них тоже сейчас никуда. Мы писали посты разные в группы ВКонтакте, в Инстаграме, выкладывали фотографии и рассказывали о новостях. И параллельно с этим у нас проходили мастер-классы. Вот, вся, собственно, коротко о нашей работе в пресс-отряде. Это тот самый случай, когда вы за лето пишете до 100 материалов, я правильно понимаю? Да. Это вот как раз там вы это и практикуете. Да. Ребята, я так понимаю, вы тоже бывали? Да. Расскажите ваши впечатления от поездок во всероссийские детские центры, в которых вам удалось побывать. Недавно тоже вернулся с Артека, как раз попал на, так сказать, фестиваль «Алые паруса», приехали все звезды, провели мастер-классы. Это было незабываемое, скажем, событие, потому что вот ты смотришь фильм, видишь его, потом через какой-то промежуток времени ты оказываешься на Артеке, перед ним, слушаешь его. То есть он тебе рассказывает, например, как написать правильный сценарий, снять, и... То есть каждый в своей сфере рассказывал что-то интересное. Вот это незабываемое ощущение. И также новые знакомства с других регионов России. Например, мальчики знают одно там по монтажу, другие по съемке знают. Ты вот так вот набираешься, набираешься опыта, приезжаешь в родной Владивосток, говоришь, все, хочу снимать. Да, я все знаю, я горю снимать, и снимаешь. Вот, в принципе, вот так вот все и получается. Дима, расскажи о своих впечатлениях от таких поездок. Ну, я был в Артеке, в океане, и именно там я научился больше всего того, что я умею. К нам приезжали великие люди. Это операторы, монтажеры, режиссеры, сценаристы. Они делились с нами опытом, и, наверное, это самое важное, когда ты умеешь выслушать и понять то, что говорит человек. И, скорее всего, это было самое лучшее, это именно встречаться с этими людьми. Ребят, я думаю, другие телезрители, которые нас сегодня смотрят, тоже захотят, так же, как и вы, попробовать себя стать частью приморского медиадесанта. Давайте чуть подробнее о нем расскажем. Как туда попасть, что для этого нужно, где он находится. В общем, интересны все подробности. Давайте. Приморский медиадесант – это такая организация, где люди, ну, в частности, дети, они могут написать статью, сделать какой-то видеоматериал или фотоматериал и отправить на мультипортал, который называется «Приморский медиадесант», сайт www.cdt-vla.ru. Там дети публикуют все, что они хотят. Конечно, есть редакторы, которые контролируют цензуру, все такое. И чтобы туда попасть, нужно просто зайти на сайт и нажать кнопочку «Участвую». То есть, в принципе, все не так сложно, никакого сурового кастинга нет, но все-таки отбор определенный проходит, правильно? У нас «Приморский медиадесант» и все наши, как сказать, проекты объединяет Лига юных журналистов нашего края. И как раз вот эта организация помогает нам реализовать все наши планы. И, естественно, дети, которые захотят поучаствовать в этом, они могут участвовать не только публикуясь на «Приморском медиадесанте», у нас еще есть множество фестивалей и конкурсов. Один из которых пройдет в сентябре. Это медиафорум. Он направлен специально для юных журналистов, корреспондентов. Там публикуются школьные, молодежные, даже детские СМИ. Сначала они проходят заочный конкурс, отправляют свои работы. И, естественно, по итогу их отбирают члены жюри, приглашая на очный этап. Очный этап, он проходит у нас во Дворце детского творчества, где ребята могут научиться делать какие-то радиовыпуски, телевыпуски. И они верстают газету, и на фоне всего этого, естественно, у них проходят мастер-классы обучающий, где они познают что-то новое и пробуют себя в какой-то новой деятельности. Вот такой интересный форум у нас пройдет, мы всех приглашаем, потому что это возможность не только отправить свою работу, но еще и принять участие, то есть попробовать, твое ли это вообще или нет. Ребят, я знаю, что у вас достаточно серьезные планы впереди, а именно сделать свою телепрограмму. Расскажите об этом, когда это, вероятно, станет возможным, нам интересно узнать все подробности. В Школе кино и тележурналистики, которая у нас проходит ежегодно на осенних и весенних каникулах, мы практикуем свои знания, нарабатываем их и, естественно, получаем новые. И как раз там мы попробовали снять свои первые телепередачи, назывались они «Дет кино и герой нашего времени». «Дет кино» — это передача, которая направлена на рассказ о детях, которые снимают кино в нашем крае, а таких немало. То есть у нас есть и в регионах ребята, которые занимаются кинодеятельностью, киноиндустрией, и есть, естественно, в нашем городе. Вот такие две передачи у нас вышли, мы на них учимся, знаем, какие допускаем ошибки нам рассказывают, и что мы допускаем в сценарии. То есть какие-то неполадки бывают и в монтаже, естественно. У нас меняются ведущие, которые могут попробовать себя в этой деятельности. И мы, естественно, планируем продолжать эти телепередачи. Мы хотим их сделать, довести до такого уровня, чтобы они были, ну как сказать, более профессиональные, чтобы мы могли на них научиться. Но, естественно, для этого нам нужна студия, и наши руководители, которые нам во всем помогают, они работают над тем, чтобы сделать нам благоприятные условия для нашего обучения. Что ж, я надеюсь, что в будущем у вас все получится. Желаю вам успехов. Я просто уверена, что ваша программа будет очень интересной, и, может быть, наш канал даже будет ее показывать. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. Успехов вам, творческих планов побольше. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова